Два, три, погнай! Быстро и аккуратно доставить пассажира. Правильно прочитать дорожные знаки. Первым прийти к финишной прямой. И всё это с закрытыми глазами. Задача не из лёгких. Однако ребята не теряются. Сегодня они не просто отдыхающие, а полноценные участники дорожного движения. Если водить автомобиль разрешено только с 18 лет, то для скейтборда ограничений нет. Такое транспортное средство безопасно в управлении. А кроме того, малогабаритно. С его помощью ребята не только легко маневрировали, но и смогли преодолеть полосу препятствия, опередив соперников. А вот Никита Сердюковский скейтборду предпочитает велосипед. Признаётся, кататься любит и правила соблюдает. У меня есть велосипед. Я люблю на нём кататься, потому что велосипед доставляет море эмоций. Но им надо уметь пользоваться. Надо переходить на пешеходном переходе только на зелёный и слезать. Держать его в руках. Чтобы, ну мало ли. Когда едешь, надо быть аккуратным и не сбивать пешеходов. Всё может быть. Конкурс в рамках федерального проекта «Безопасные дороги» прошёл для юных амурчан впервые. И хотя каждый из них ежедневно передвигается по городу, такие знаки, как «Главная дорога» или «Въезд» воспрещён для многих стали открытием. Состязания проходили в игровой форме. За короткое время ребят научили тому, что пригодится им в реальной жизни. Например, как не сбиться с маршрута, следить за дорожной разметкой и сигналами светофора. «Выучить правила – это одно. А когда понять их смысл – это совсем другое. Эти мероприятия проходят в рамках вопроса-ответа, в рамках интерактивов, чтобы дети участвовали в этом. И изнутри всё это понимали, и как игру представляли. И уже в дальнейшем у них был смысл в том, какие ситуации происходят на дорогах». В завершении соревнований наиболее активным и внимательным вручили ценные призы – сертификаты на прохождение квеста. Но главным остаётся другое. Если ребята будут применять свои знания на практике, дорога для них станет действительно безопасной. Екатерина Рожкова, Наталья Коннова, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение.